Значит, теперь мы поговорим о пресс-конференции Тамары Сахну и Виктора Курашова. Она состоит в том, что, господа, довели до промышленного использования технологию переработки эсотопов, переработки ядерных отходов с помощью бактерий. И так это делают. Они происходят так, что у нас одним за другим случаются многочисленные ядерные превращения. То есть у нас изотоп переходит в изотоп, в химический элемент. И у нас все это строится либо на ненужных изотопах ТОВе, либо на привычном отвальном 238-м уране. То есть берутся бактерии, которые привыкли жить в экстремальных условиях. Они живут в медной руде, при высокой кислоте пашины, там, в реакциях около 2 или 0. В урановых холодах и так далее. По всей видимости, миллиарды лет эти бактерии трудились над тем, чтобы обеспечить себя всем необходимым. И освоили эту самую технологию холодного ядерного синтеза и трансмутации химических элементов. И удалось им создать такие благоприятные условия, где они работают с необыкновенной интенсивностью. И после этого из Урана-238 происходит целый ряд превращений. Эти таблички я, в конце концов, креплю к видео. Целый ряд вот этих превращений. Ну, например, Полоний-210, знаменитый по деятельности депутата Государственной Думы Лугового в Англии, его дружбе Светвиненко. Значит, получается на 9, где-то приблизительно на 8, на 9 день. После того, как оси реакцию не прерываешь, она закончится некой такой линией стабильных изотопов. А если ее прерывать на определенный момент, ты получишь еще что-то подобное. Актини-233 уран, оружейный плутоний, Полоний-210, по Актини-231. По обмену там будут всякие ништяки выходить. Ну, например, платина, золото. А также технец и другие более легкие изотопы. Вот. Это действительно о том, что там произошло. Это на самом деле, конечно, революция. Ну, для примера. Вот они в своей статье пишут совершенно справедливую вещь. Что у нас энергетическая годовая мощность всей энергии, это 150 килограмм актиноидов всего. 150 килограмм сил. Это вся мощность всего мира, который существует. Теперь представьте себе по их технологии, если это что делается. То есть в течение добывается такое количество. Ну, они примерно полезных изотопов добывают из тонны, в которой 3 килограмма всего лишь урана. 238. Добывают порядка полутора килограммов полезных вот этих самых изотопов и элементов. Вот, соответственно. Ну, соответственно, значит, мы видим, что нужно 100 килограмм породы. Это небольшое совершенно сооружение. Отдельный настоящий домик или просто квартира в многоквартирном доме, или что-либо еще, которые в состоянии производить изотопов и других химических элементов, в том числе электростречающихся и распадающихся, на столько же, сколько производится человечество на сегодняшний день. Ясно, что ядерное топливо на атомных электростанциях не является основной структурой себестоимости. Оно не уничтоженно занимает некоторые вещи. Но кроме того, всевозможные роды актиноиды, они могут использоваться и по-другому. Ну, например, известны же ядерные батарейки, которые работают на марсоходах. Вот они там говорят, что мы типа сделаем нечто полезное. Мы сделаем эти же самые батарейки, например, для смартфона. Но это не скоро, а год через два, через три. Но прямо сейчас говорят, что они могут их производить в серийном количестве. Ну, для примера, я искал информацию по полонию-210. И говорят, что его можно в год производить. Тот говорит 100 грамм, а другие говорят 10 грамм. Что все 10 грамм практически всех производит Россия. 9 грамм из них, такая ценность, продают в Соединенные Штаты Америки. А здесь люди в одной пробирке воспроизводят при помощи своих специально обученных бактерий, производят полонию-210 в промышленных масштабах. То есть те же, кем могут производить его, в общем-то, килограммами. То есть они за какую-то реакцию небольшую, они могут произвести несколько граммов этого полония в 300-граммовый колбе. У них бактерии работают некой такой суспензией, где только 10% воды, а все остальное вот это самая порода. Из которых всего 3000% это 238-й ранг. И они туда добавляют всевозможные рода переходные элементы. В первую очередь, самую дешевую, это для железа. Вот точно так же можно кобы. То есть все, что так очень любят люди, которые давно уже работают с холодными ядерными синдромами трансмутации. Вот именно Титан и прочее, прочее, прочее. Все вот такое переходное. Это все, у кого достраиваются внутренние электронные оболочки. Вначале ставится внешняя электронная, достраивается внешняя. Четвертая оболочка с электронами. А потом на третий начинают подстраивать собственные электроны. Вот так. Такова, значит, эта ситуация. То есть я могу заметить, что Владислав Караванов, он поспомничал, когда говорит о революции. Но революция связана не только принципиально с энергией, не с беспилотниками, которые летают от одной батарейки годами, не смартфонами, которые десятилетиями можно не заряжать, не резким удешевлением ядерного топлива, не с необходимостью закрыть всевозможные шахты, установки, нефтяные прииски и всякое прочее, со всеми с неким. Оно касается, в первую очередь, конечно, сферы социальных отношений. А сфера социальных отношений, она упокоится на следующем, что каждый сейчас понимает, и это просто немые выдумки, что он в кармане носит вычислительные мощности в форме смартфона, которые миллионы раз превосходят вычислительные мощности его человечества, скажем, на 1945 год, именно тогда, когда на бедных исполнцах была испытана ядерная бомба. Теперь, оказывается, благодаря этой технологии, которой, в общем-то, наверное, легко очень овладеть, будет возможно, что как группа людей небольшая, то ли вы террористическая организация, то ли небольшое государство, они могут обладать ядерным потенциалом очень легко, сопоставимым по мощности с ядерным потенциалом великих держав. Основан на том, что вооружение плутоний, и также все очень активные вещества, которые можно использовать для уничтожения людей, такие как полоний-210, или значительно более точнее, чем проактиний-231, все вот это их. Их можно добывать по себестоимости и с трудовыми затратами в миллиарды раз дешевле, чем это делают на сегодняшний момент, когда берут, в центрифугах чего-то там крутят и продолжают вот этим всем заниматься. Я этому как бы посвящу отдельное выступление, если батарейки, конечно, хватит, то есть возможности боевого применения у этой технологии. Хочу заметить, что демократию создали массовые армии, то есть один штык, одно оружие, это один голос. Когда женщины стали оказаться невозможными держать, оружие появились, когда кольт уравнял слабого и сильного, одинаково страде, быстрее и медленнее, да, то и женщины стали обладать правами голоса и так далее. То теперь окажется, что знаменитая чеченская тройка, состоящая из, помните, из снайпера, автоматчика и пулеметчика, в новой его реинкарнации из химико-физика и биолога втрою, они могут обладать очень легко силой, военным потенциалом, такой же, как, скажем, современная Россия. Ровно по тем же самым причинам, по каким сейчас мы в форме смартфона носим в кармане миллионы вечеринных мощностей тройной самой предыдущей эпохи, 1945 года. И вот, наконец, до нас это дошло. Удержать развитие этой технологии невозможно. А способ боевого применения, у меня, может быть, не хватит батарейки на сегодняшний день, я не буду об этом, пока, может быть, рассказывать, если хватит батарейки, я посмотрю, пойду какую-нибудь, то расскажу. Такова, значит, ситуация. И у нас все институты общества, государства, и что-либо еще будут переформатированы. Я повторяю еще раз. Мы можем, благодаря вот этому оружию, тоже начать производить ядерные боеколовки, или что-либо еще, но они будут, скажем, миллиард раз могут уничтожить землю. А оппоненты, то есть вот эта чеченская тройка, химика, физика и биолога, будут производить их один раз уничтожить, может, малых судьям. Один раз, только один раз. Этого будет всем достаточно. Никому мало не покажется, я хочу заметить. И нам предстоит жить в этой новой реальности. В новой реальности, где энергетические возможности человека возрастут многократно, должна будет изменить сама социальная структура. Сама социальная структура. Такова вот эта. Такова вот истина. Спасибо за внимание.